Skyway пирамида или нет? Объясняем еще раз. Сначала необходимо выяснить, что же законодательство и мы, именно мы, а не всевозможные тролли и недоброжелатели с их неадекватным восприятием, реальности, понимаем под терминами технология Skyway и группа компаний Skyway. Инновационная технология Skyway создана инженером Анатолием Юницким. Начало создания технологии – 1977 год. Она представляет собой интеллектуальную собственность, стоимость которой по результатам независимой международной оценки в 2013 году составила 400 миллиардов долларов. Вначале этой собственностью владел сам автор технологии. Затем он создал группу компаний Skyway и передал туда свою интеллектуальную собственность. Доли этих компаний, начиная с 2014 года, реализуются по системе краудинвестинга более чем в 200 странах и территориях. В группу компаний Skyway входят GTI, Unisky Corporation, а также компания-разработчик технологий Skyway, ЗАО «Струнные технологии» в городе Минске. Все перечисленные компании не занимаются привлечением инвестиций, а не прямо или косвенно только владеют интеллектуальной собственностью Skyway, а также занимаются воплощением этой технологии в жизнь. Работа по привлечению инвестиций лежит на инвестиционных компаниях Skyway Capital и Skyway Invest Group. Они выступают в качестве так называемых магазинов, которые реализуют доли группы компаний Skyway и оставляют у себя часть полученных средств в качестве вознаграждения. За их работу ни Анатолий Юницкий, ни группа компаний Skyway ответственности не несут. Инвестиционные компании, созданные как самостоятельные бизнесы без участия автора и разработчика Skyway, сами выбирают методы, которыми им удобно и выгодно работать. Анатолий Юницкий так комментирует деятельность этих компаний и ошибки, которые ими иногда допускаются. Если какой-то фермер реализует свою сельскохозяйственную продукцию через не принадлежащую ему сеть магазинов, то разве он должен отвечать за работу этих магазинов? За директоров, продавцов и иной персонал, за их честность и порядочность, за их слова и обещания, за всевозможные рекламные акции, скидки и дисконты? Или за хранение того же картофеля на складах магазина, который при неправильном хранении изгнить может, и при чем тогда здесь фермер? Смотрите, мол, плохой у него картофель был, гнилой. Кроме того, существует много компаний, которые называются похожим образом, но не имеют отношения ни к юницкому, ни к струнному транспорту Skyway. Например, Skyway Trading Company, Skyway Costa Rica, Skyway Driving, Skyway Charity и так далее. Инвестиционная модель Skyway пирамида или нет? Самое распространенное обвинение в адрес инвестиционных компаний Skyway – не путать с группой компаний Skyway и самой технологией Skyway. Что это финансовая пирамида? В интернете чаще всего приводят три аргумента в пользу этого. Проект выбрал народное финансирование вместо привлечения крупных инвесторов, для сбора денег применяется реферальная система, а юридический адрес компании – офшор. Финансовые пирамиды действительно могут подходить под такое описание. Центробанк России приводит их основные признаки. Отсутствие государственной лицензии на привлечение денежных средств, обещание высокой доходности в несколько раз превышающий рыночный уровень, гарантирование доходности, массированная реклама в средствах массы информации, интернете с обещанием высокой доходности, отсутствие информации о финансовом положении организации, выплата денег новым участникам из средств, внесенных другими людьми ранее, отсутствие собственных основных средств других дорогостоящих активов, нет точного определения деятельности организации. Важно, что сам Центробанк считает, что даже все эти признаки вместе взятые не помогут определить мошенников с вероятностью в 100%. Это обусловлено тем, что под такие сомнительные признаки попадает большая часть существующих коммерческих компаний. А с некоторыми оговорками, пирамидами рискуют стать все компании. Объясним по пунктам. Отсутствие лицензий. Государственное регулирование – это хорошо, но современные финансовые инструменты позволяют привлекать инвестиции и без сложных бюрократических процедур. Например, классический способ в виде IPL – первичного размещения акций – сейчас получил более либеральную версию – ICL. Это точно такое же предложение долей в компании, только его проводят с помощью продажи токенов, и оно не регулируется государством. У SkyWay тоже есть своя модель – краудинвестинг. С ее помощью инвестиционные компании могут законно и без разрешения государственного регулятора привлекать инвестиции. Особенность состоит в том, что они не продают классические ценные бумаги, а заключают с инвесторами договоры о конвертируемом займе. Это значит, что инвестор получает право требовать от компании передачу определенного числа акций, когда те у нее появятся. Схема финансирования, применяемая инвестиционными компаниями SkyWay, предполагает переоформление на инвестора долей собственника, в данном случае инженера Юницкого. При этом данный собственник не присваивает принадлежащие ему деньги за свои же переуступленные доли новому собственнику, а полностью реинвестируется их в бизнес. Поэтому доли инвесторов не размываются до помиссии и остаются неизменными в процентном отношении на всех 15 этапах развития группы компаний. По поводу размещения некоторых компаний в офшорной зоне. Это делается для экономии. Например, одна из богатейших белорусских компаний, разработчик онлайн-игры World of Tanks, Wargaming, платит налоги, в том числе и на Кипре. А вот инжиниринговая компания ЗАО «Струнные технологии», которая непосредственно занимается разработкой струнного транспорта, исправно платит все налоги и создает новые высокоинтеллектуальные и высокооплачиваемые рабочие места в Беларуси, а не в офшоре за рубежом. Обещания высокой доходности. Как и любой венчурный проект, SkyWay обещает высокий доход. Под этими обещаниями есть основания. Это разработки инженеров ЗАО «Струнных технологий», деловые контакты с потенциальными заказчиками, инновационные идеи и инженерные решения Анатолия Юницкого. Для кого-то ни идеи, ни научно-технические разработки, ни создаваемая бизнес-инфраструктура не являются убедительными аргументами за то, чтобы вложить деньги в технологию SkyWay. И таких людей легко понять. Это их выбор. К тому же на официальном сайте группы компаний есть предупреждение, что риски в венчурных проектах велики и заработать получится только в будущем в случае успеха проекта, то есть самой технологии. Массированная реклама. По этому пункту в финансовые пирамиды можно записать практически любой бизнес. Все так или иначе рекламируют свой продукт или услугу, иногда тратя на это до 50% дохода. Отсутствие информации о финансовом положении организации. В открытом доступе есть отчеты об аудитах компании-разработчика струнного транспорта, начиная с 2015 года. Там можно найти информацию об активах, собственном капитале, обязательствах, прибылях и убытках компании. Инвестиции в проект привлекаются в основном для финансирования деятельности зао-струнной технологии. Именно ее практическая деятельность в Минске и Марьиной Горке, а также за рубежом, капитализируют интеллектуальную собственность технологии SkyWay, которую приобретают по все более высокой цене тысячи инвесторов. При этом все, что можно рассказать публично, без вреда делу, рассказывается. Выплаты новым участникам из денег, внесенных другими людьми ранее. Проект SkyWay никому не выплачивает никаких денег и не станет этого делать, пока не выйдет на прибыль от реализации струнного транспорта. Единственное на данный момент исключение – это акции реинвестирование и выкуп, которая прошла осенью 2018 года. В ее рамках первые инвесторы проекта смогли продать часть своих долей на сумму до 1000 долларов. С другой стороны, для привлечения финансирования инвестиционной компании SkyWay, но никак не инженер-юнинская и инжиниринговая компания соо-струнной технологии, используют многоуровневый маркетинг и реферальную систему. И там действительно есть свои выплаты. Многоуровневый маркетинг предполагает создание сети активных инвесторов, которые рассказывают о SkyWay и привлекают новых партнеров в проект. За свою работу они получают часть от новых инвестиций. Это реферальное вознаграждение. В реферальной системе и MLM нет ничего криминального. Такие компании, как Avon, Kirby, Zepter, Faberlic и другие применяют ее. Еще больше компаний используют отдельные части этой финансовой модели. Например, партнерские программы. Если MLM в чистом виде это скорее исключение, то партнерки есть почти у всех. Разновидностей у них много, но суть одна. Компания передает партнеру ценность в обмен на продвижение. MLM и партнерки используются для того, чтобы сэкономить на рекламе, затраты на которую могут достигать в новом бизнесе более 50%. С такой же целью реферальная программа используется и в SkyWay. Отсутствие собственных основных средств. Основные средства – это часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления. Сюда входят офисные производственные помещения, станки, компьютеры, офисная техника и мебель, транспорт и многое другое имущество, необходимое для нормальной работы компании. В том числе экотехнопарк на 36 гектарах в Мариной горке. У инжиниринговой компании заострунной технологии, то есть у всех наших инвесторов, на конец 2018 года имеются основные средства на сумму более 12,5 миллионов долларов, 27 зданий и сооружений, более 3000 единиц оборудования, в том числе компьютеров, ноутбуков, мониторов, 32 транспортных средства автомобилей и десятки тысяч единиц инструмента, инвентаря и другого. Еще на полтора миллиона долларов у компаний есть нематериальных активов. Это профессиональный софт и права на пользование землей. Сформированный деньгами и зарегистрированный уставный фонд заострунной технологии по состоянии на 31 декабря 2018 года составляет 46 миллионов долларов США. Объявленный уставный фонд на 2019 год, согласно протоколу общего собрания, составляет 51,5 миллионов долларов США. Это значительно выше, чем, например, у Национального банка Беларуси и примерно столько же, сколько у такого гиганта, как Минский завод колесных тягачей. А ведь только в Минске есть еще ряд компаний, кроме заострунной технологии, которыми владеет GTI, Global Transport Investments, то есть все инвесторы технологии. Они являются собственниками недвижимости, офисной и производственной, суммарной площади более чем 10 тысяч квадратных метров. Нет точного определения деятельности организации. Этому моменту в инвестиционном меморандуме Skyway уделена целая страница в самом документа. Потенциальный инвестор сразу знает, на что пойдут его деньги. Настоящий меморандум подготовлен для инвестора проекта Skyway, далее инвестор, с целью описания юридической структуры проекта Skyway, далее проект. Главной целью проекта является создание современной и высокоэффективной транспортной системы второго уровня, то есть расположенной на опорах над землей, выстроенной по технологии Skyway. Отличительные признаки предлагаемой технологии обусловлены комплексом ее конструктивных, технологических и эксплуатационных особенностей. Меморандум несложно найти в интернете, в том числе на официальном сайте проекта. Никаких превращений воздуха в деньги Skyway не обещает. Если получится разработать и выгодно продать транспортную технологию, будут и деньги. О том, как обстоят дела с разработкой, в проекте рассказывают и показывают сотням тысяч инвесторов, например, каждое лето на Экофесте на демонстрационно-сертификационной площадке в Мариной Горке, Беларусь. Нет результатов и продукции. За три года на бывшем танковом полигоне в Мариной Горке впервые в мире построено пять демонстрационно-сертификационных тестовых участков, инновационных рельсо-струнных эстакад, общей протяженностью более четырех километров всех основных типов, гибкая, полужесткая и жесткая. Построена вся необходимая инфраструктура второго уровня, станции, депо, стрелочные переводы, инженерные сети, системы энергообеспечения, связи и интеллектуального управления, оснащенного техническим зрением. Строится шестой участок почти километровой длины для отработки стандартов для природно-климатических условий Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе для обкатки подвижного состава в тропическом исполнении, изготовленного в Минске. Перед его поставкой в Дубай, Абу-Даби, Шарджу и другие города Ближнего Востока. Разработано девять принципиально разных моделей инновационных электрических транспортных средств. Юнибайк, Юнивинд, Юникар, Юнибус. Три модели, одна из них – высокоскоростной Юнибус, Юнитрак, Юниконд, Юнитранс. Навесных и подвесных, пассажирских и грузовых, городских и высокоскоростных междугородных, изготовлены на собственном производстве, из которых четыре модели уже сертифицированы. Для сравнения на разработку и запуск в производство одной новой модели традиционного электромобиля, у разработчика уходит несколько лет и тратится на это несколько сот миллионов, а иногда и миллиард долларов. Для инжиниринговой компании мирового уровня основной результат многолетней работы – подготовленные и обученные специфики Skyway, инженерные рабочие кадры. А это на конец 2018 года более 800 инженеров, конструкторов, проектировщиков, дизайнеров, технологов, логистов, строителей, экономистов для проектирования, строительства и эксплуатации новых транспортно-инфраструктурных комплексов, грузовых и пассажирских, включая принципиально новые транспортные эстакады, подвижной состав и инфраструктуру второго уровня. В организационную структуру зао-струнной технологии уже входит более 40 отделов и конструкторских бюро, в том числе специальное конструкторско-технологическое бюро с опытным производством. Для сравнения, у мировых отраслевых лидеров на формирование команды профессионалов уходят иногда десятилетия. Кроме того, проект Skyway ведет работу по защите своих научно-технических разработок. Получены патенты Республики Беларусь на промышленные образцы основных видов транспортных средств Skyway, Unibike и несколько моделей Unibus. Свидетельство о регистрации пяти промышленных образцов в Австралии, три патента в Китае, три патента в Японии. 11 регистрационных сертификатов на промышленные образцы, действующие на территории 23 государств европейского сообщества, по три патента на промышленные образцы соответственно в США, Канаде, России, Казахстане и Украине, по пять патентов в Индии и в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, на территории России действуют и поддерживаются в силе ранее полученные на струнный транспорт три патента на изобретение. В течение 2016-2019 годов поданы в Евразийское патентное ведомство 20 заявок на евразийские патенты на группы изобретений, причем в каждой заявке от двух до пяти изобретений. И 11 связанных с ними международных заявок на изобретение во Всемирную организацию интеллектуальной собственности с целью получения патентов на изобретение в десятках стран мира. При этом 8 евразийских заявок на изобретение уже прошли экспертизу с вынесением положительных решений на выдачу патентов. Регистрация объектов интеллектуальной собственности в разных государствах позволяет не только юридически корректно войти в соответствующие рынки со своей продукцией, но и обеспечить ее защиту от несанкционированного использования и недобросовестной конкуренции. Что в итоге? Skyway – венчурный проект со сложной организационной структурой. Риски есть, разобраться непросто. С другой стороны, о самом проекте известно достаточно много. Можно сказать, что финансирование привлекается и тратится на реальные транспортно-инфраструктурные разработки, по сути дела, на создание новой мировой транспортно-логистической отрасли, и деньги не рассовываются по карманам, в том числе инженерам Юницким. В открытом доступе про это также есть вся необходимая для инвесторов информация. Это значит, что пирамидой технологии Skyway и группу компаний Skyway, а также инвестиционные компании Skyway никак назвать нельзя.